Губернатор Игорь Руденя провел встречу с педагогической общественностью Тверской области. На ней глава региона вместе с педагогическим сообществом обсудил развитие сферы образования. Участие в мероприятии принял и митрополит Тверской-Кашинский Амвросий. Об итогах встречи рассказывает наш корреспондент. Образование – важная составляющая развития общества. Именно интеллектуальный фундамент становится толчком развития различных отраслей, а значит и региона в целом. Благодаря президентским национальным проектам в Тверской области строят новые школы, модернизируют уже существующие, укрепляют материально-техническую базу. За прошедшие шесть лет в регионе отремонтировано и оснащено 349 образовательных учреждений. Все это очень важно, все это очень нужно, и это своевременно. Именно сейчас, когда мы окружены таким количеством санкций, мы видим, что наша страна выстояла, не просто выстояла, мы продолжаем развиваться, и многие задачи уже решаются прямо сейчас. В регионе уделяют внимание среднепрофессиональному образованию. В прошлом году студентам колледжей повысили стипендию, которая стала самой высокой в ЦФО. Кроме того, в колледжах создаются и оснащаются современные мастерски, улучшается материально-техническая база. Я назову только один лишь пример. Это снабжение всех колледжей, вне зависимости от ответственной подчиненности, наши общежития снабжены крователями, постельным бельем, тумбочками. Ну, впервые, вот за мою долгую жизнь, вот такой огромный подарок нашему учреждению. Отрадным является участие наших колледжей в программе «Профессионалитет». Программа направлена на удовлетворение потребностей нашей области высококвалифицированных специалистов. На встречу губернатор поблагодарил учителей и наставников бойцов, которые выполняют задачи в ходе специальной военной операции, за то, что они воспитали настоящих героев, которыми гордится страна. Все, кто вам подарит вашей и вашей коллеги, за большую важную работу, которая проводится в настоящее время. Мы встречаемся с вами уже две дня о защите отечества. Я хотел бы сказать особое, что вам благодарны учителям, что давайте педагогам, учителям, классам, руководителям, всем тем, кто вырастил и воспитал наших воинов, которые сегодня сражаются на передовой. Роль педагога в формировании личности подчеркнул митрополит Тверской-Кашинский Амбросий. Рогика объединяет в себе и науку, и искусство, и творчество. А учитель, конечно, призван, является собой глава науки. И самое главное — полка. Это возможно лишь тогда, когда сам учитель становится подвижником, человеком неразонимым. И тогда даже самые скромные таланты, которые изначально существуют у ученика, они раскрываются. Сегодня в вузах и колледжах с учетом запросов экономики обновляются учебные программы, вводятся актуальные направления подготовки, создаются и оснащаются лаборатории и мастерские. При взаимодействии с предприятиями развивается практика и наставничество. Налажено трудоустройство выпускников. Мы регулярно мониторим ситуацию, работаем с нашими работодателями, проводим анкетирование. Могу сказать, что где-то до 90% работодателей полностью удовлетворены, по крайней мере, подготовкой наших выпускников. И вообще цифра довольно высокая, нас это радует. Участники встречи отметили актуальность и значимость принимаемых на уровне государства и области решений в сфере образования.